Доброе утро! В эфире итоговая программа «События недели». На Северном Кавказе стартовал и проходит молодежный форум «Машук-2020». Напомню, он проходит в режиме онлайн. Глава Карачева-Черкесии Рашид Тимрезов пообщался с молодежью. Участники онлайн-форума презентовали свои проекты и получили наставление руководителя региона. Полезные советы Рашида Тимрезова в репортаже Руслана Джукаева. Мы в этом году чуть в ином формате с вами встречаемся, к сожалению. Но я абсолютно уверен, что вы поддержите тот ритм, который с первого года был задан участниками форума «Машук» из Карачаева-Черкесии. То есть, вами, вашими предшественниками. Уверен, что вы станете победителями. И мы обязательно с вами встретимся только уже вот так воочию. По традиции, среди представленных проектов было много идей, направленных на популяризацию туристических и культурных ресурсов Карачаева-Черкесии. А также значительную долю занимали проекты, связанные с добровольчеством и медициной. В формате видеоконференции глава республики пообщался с участниками, которые рассказали ему о своих проектах. Цель проекта – это создание образовательной площадки для будущих студентов-министров, будущих конкурентов в медицинских вузах и студентов-министров Карачаевской республики, которая решит, эта площадка решит две работы. В ходе общения Рашид Бориспиевич, выслушав участников, выдал свои рекомендации по дальнейшему развитию их идей и обещал оказать административную поддержку по их реализации. Мы же за последнее время создали в наших образовательных учреждениях полицейский класс, класс спасателей или еще что-то. А здесь, когда студенты будут приходить и рассказывать детям, это одна сторона. Но здесь, я еще думаю, что хорошая идея, мы могли бы туда приглашать еще и действующих врачей, которые будут рассказывать о всех сложностях, перипетиях, о ночных дежурствах. Также сегодня стало известно, что по итогам первой смены форума МАШУК молодежь Карачаевой Черкесии вошла в тройку лидеров по числу грантообладателей среди регионов СКФО. Руслан Жукаев, Расул Бердеев. Вести Карачаева, Черкесия. Вести из Новой Цибирды. Аульчане пожаловались, что живут у чистейшей реки на планете, но в домах воды нет. И если даже бывает, то с большими перебоями. В проблеме разбирался Аслан Гирюков. По словам жителей, все проблемы заключаются в источнике, из которого вода поступает в трубы. Сначала она должна собраться в трубах, а потом дойти до каждого дома. Но так как часть жителей живет выше, то вода до них практически не доходит. Изначально казалось, что проблема в самом водопроводе, но он был полностью заменен еще в прошлом году. Водоснабжением очень трудное положение у нас. Сутками воды не бывает. Вот посмотрите, заходите. Вот видите, даже пожарный, это пустой у нас. Нет воды. И иногда ночью в 11 часов бывает и то капельки. Набираем, как можем, ждем. Утром в 4-5 часов встаем и набираем на ведра, на эти воду. Почти сутки, полчаса бывает. Только 3, вот около года, только 3 дня подряд шла вода. Больше нету. Зимой ходим, ищем, где, что находим. Флягами, канистрами ходим и тащим воду. Помимо этого, было отмечено, что очень много воды уходит на полив огорода. Многие жители в Тиберде сажают капусту, и это требует стабильной поливки. Капусту сажают, например, поливают. Ну, каждому надо. Их тоже винить нечем. Понимаете, вот сельский совет, например, тоже свое дело делает. Он ходит, везде бегает, бедные тоже. Ну, воды не хватает. Как-то это вопрос, но надеюсь, по-другому. Выслушав жителей, мы отправились в администрацию села. Глава населенного пункта Хусей Шедаков пояснил, что мощность родника составляет примерно 50 литров в минуту, а у самого обычного крана от 15 до 20 литров. И для такого большого количества домов этого недостаточно. И для нормального поступления воды нужна водонапорная башня. Что касаемо самой системы водоснабжения, у нас трубопровод на 90% новый. Новый ему года нет. Мы его поменяли в октябре-ноябре. Мы обращались, вот в разные, в ЖКХ, по-моему, обращались, ну, в Минстроев, Черкес, с просьбой этой. Ответа еще не последовало. Ну, насколько я знаю, единственный вариант исправить данную ситуацию, это построить водокачку. И в общую систему запитать и качать воду с речки. Аслан Гирюгов, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Новая Тиберда. ДК села Даусус прекратил свою работу более 30 лет назад. Но благодаря национальному проекту «Культура» сейчас завершается капитальный ремонт досугового учреждения, за ходом которых следят жители, представители республиканской и муниципальной власти, а также кураторы, депутаты «Единой России». Тему продолжит Александр Коваленко. Поставленную задачу нужно выполнить в срок. В эксплуатацию сдать культурный объект необходимо до конца этого года. Жители села Даусус надеются, что 2020 год праздничными мероприятиями они будут провожать в актовом зале нового Дворца культуры. Не прекращая работу даже в выходные дни, строители уже выполнили большой объем работы. Как отмечает заместитель директора Карачаево-Черкесского казенного предприятия дирекция капитального строительства Ахмат Чучаев, нарушений не выявлено. Работы ведутся с опережением. Местное население попросило, чтобы была возможность для детей заниматься спортом. Поэтому как социальная нагрузка подрядчика попросили о том, чтобы он отремонтировал сокольный этаж. Устроим там атлетический зал. Сказать, борцовский зал, наверное, будет громко. Но я думаю, будет возможность для детей, да и для взрослых заниматься спортом. Кураторы осмотрели каждый кабинет и залы. Здесь будут работать различные кружки. Предусмотрена библиотека. Планируют организовать работу кинотеатра. Были учтены, конечно, и пожелания жителей, проживающих в Даусузе. Мы когда приехали, смотрели, представлял собой жалкое зрелище, конечно. И промедление в его ремонте привело бы к необратимым последствиям именно по его прочностным характеристикам, по его дальнейшей эксплуатации. Думаю, очень своевременно принято решение о его включении в программу и проведении капитального ремонта. Я думаю, он долгие годы еще прослужит на радость селянам, которые здесь проживают. С гордостью о том, что уже сделано, министру культуры республики, куратором этого соцобъекта от партии «Единая Россия», рассказывает руководитель ДК. Уют и тепло в холодное время года в здании теперь будут поддерживать новое отопление, стеклопакеты и двери. Стены клуба как внутри, так и снаружи привели в надлежащий вид. Старую электропроводку заменили на новую. Уделили пристальное внимание системам пожароопасности и вентиляции. Видно, что объемы немаленькие. И здесь один из самых больших залов в Зеленчукском районе будет. Мы уверены, что после ремонта мы сможем и из других районов республики, и из Черкесии привозить сюда наши ансамбли, проводить обменные программы культурные. Учитывая, что здание было возведено в 1974 году, в ходе ремонтных работ были выявлены строительные изъяны. Как нам пояснил Ахмат Чучаев, этот вопрос разрешим. Само здание конструктивно мы поменять, конечно, не можем. Есть у него свои достатки и недостатки. Пытаемся их обыграть таким образом, чтобы оно функционально потом соответствовало всем современным требованиям. Поэтому утеплили полы, подняли сцену, чтобы угол зрения для зрителей был удобен. Завершающим этапом станет облагораживание двора Дома культуры. Александр Коваленко, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. А в рамках реализации национального проекта «Демография» и его региональной подпрограммы «Старшее поколение» в Черкесске ведется строительство нового дома-интерната для пожилых людей и инвалидов. Члены комиссии, в которую вошли депутаты парламента, представители партии «Единая Россия» и профильного министерства, осмотрели ход строительства объекта. Подробности у Мрата Джанкозова. Проживание в доме-интернате для престарелых должно обеспечить пожилому, зачастую больному человеку, возможность достойно прожить остаток жизни. Как правило, это люди, отдавшие стране лучшие годы. Наши жители – это особая категория людей. Среди них три ветерана Великой Отечественной войны, 16 человек – ветераны труда, шесть человек – реабилитированные лица, один – ликвидатор Чернобыльской арострофы. Это уже не первая попытка построить в республиканской столице новый корпус дома-интерната для престарелых. Ранее начали было его строить, но последние пять лет объект был заморожен. Благодаря участию в подпрограмме «Старшее поколение» национальной программы «Демография», сегодня активными темпами строится здание, рассчитанное на 122 места. В сегодняшний момент подрядной организацией ведутся работы по утеплению фасада, вот как вы видите, по устройству внутренних инженерных сетей – это водопровод, канализация, электрика и начатые черновые отделочные работы. По графику предусмотренные средства на этот год, 101 миллион, осваиваются по графику. В этом году, на сегодняшний момент, мы уже освоили 39 миллионов. И дальше финансирование также планируется в рамках утвержденного графика осуществлять и также финансировать. Во всем здании заменили окна, которые пришли в негодность за время вынужденного простоя. В подвальном помещении оборудованы склады для продовольствия и комнаты для стирки. На первом этаже предусмотрен изолятор, где новых посетителей будут проверять на наличие заболеваний и других ограничений. Здесь же расположены помещения пищеблока, обеденный зал на 70 посадочных мест и актовый зал для проведения культурно-массовых мероприятий. Впечатления самые хорошие, потому что те условия, которые сегодня создаются для людей пожилого возраста, которые в этом нуждаются, они, конечно, уже современные и учитывают все требования, которые сегодня предъявляют будущие жильцы. Со второго по пятый этажи находятся живые комнаты, в которых пожилые люди разместятся по одному или по два человека. На каждом этаже предусмотрены помещения для личной гигиены, стрижки и так далее. Для тех, кто самостоятельно не может передвигаться, предусмотрены два лифта – пассажирский и грузовой. Мне интересовали именно доступность, начиная с пандуса, с улицы, с отхода, длина пандуса, угол пандуса – все соответствуют. Ну и также я удовлетворен тем, что внутри тоже показали, что все санузлы и все, где будут они ходить, они по проекту посмотрели, по реконструкции, то, что изменения тоже посмотрели. Все соответствуют именно тем людям пограниченной возможности. Ориентировочные сроки окончания строительства – конец 2021 года. Мурат Шанкёзов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Время рекламы, а после мы продолжим. Детский развлекательный центр Продаются полнорационные комбикорма для всех видов птицы, а также молодняк уток разных пород. По вашему заказу изготовим любые корма для других видов животных. Плем-репродуктор Зеленчукский. Телефон 8, код 87 878 545 70 и 8 925 711 98 90. Поступай в Пятигорский государственный университет. Единственный из вузов СКФО в рейтинге 100 лучших университетов для будущей элиты по версии журнала Forbes. До 26 августа в ПГУ продолжается прием документов онлайн на вакантные места среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры. Поступай правильно. Поступай в ПГУ. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. С 21 по 28 августа оплачивайте путешествия по России картой платежной системы МИР и получите возврат до 15 тысяч рублей. Для этого зайдите на мирпутешествий.рф, выберите регион и воспользуйтесь предложением туроператоров или отелей, участвующих в программе. Все подробности на мирпутешествий.рф Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет Кострома с 26 по 29 августа 7-й Всероссийский фестиваль телерадиопрограмм «Человек и вера» Медиафорум о культурных ценностях и духовных традициях России Приглашаем к участию журналистов телерадиокомпаний Подробности на сайте gtrk.defis.kostroma.ru Вы знаете, что теперь в налоговой инспекции можете моментально решить проблемы с обслуживанием, оставить свой отзыв и оценить качество услуги. Для этого используйте специальную ссылку или QR-код, которые размещены на информационном стенде, а также QR-код на талончике с номером на обслуживание. Отсканируйте код при помощи вашего телефона или планшета любой программой для чтения QR-кодов. Укажите услугу, выберите смайлик, введите сообщение и отправьте его. Сообщение мгновенно поступит непосредственно руководству инспекции, и вам оперативно будет оказана помощь. Длинная очередь, недостаточно посадочных мест, другие проблемы. Используйте QR-код. Попробуйте. Это быстро, просто и удобно. Так, сегодня отрабатываем подачу. Меня никто не понимает. Как же меня это бесит? Да разве это проблемы? Вот у меня на работе реальная проблема. Я некрасивая, меня никто не замечает. Я уже взрослый, хватит меня контролировать! Давай это обсудим. Не пропустите сигналы агрессии. Успейте заметить, о чем молчит подросток. Ваш помощник портал ЯРодитель.ру Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. На этой неделе Карачаево-Черкетия понесла тяжелые утраты. На 79-м году ушел из жизни российский политический и общественный деятель, депутат Государственной Думы России первого созыва, выдающийся карачаевский поэт Азрит Акбаев. Он внес огромный вклад в развитие парламентаризма в республике и возвысил литературу своего народа и народов России. О жизни и творчестве разносторонней личности расскажет Алихан Лепшоков. Я все узнал и в сердце сохранил. Кипучих и вердолекий детский пыл. Здесь мой отец, добрейший из мужчин, по-горски, говорит, меня учил. Я помню, как я был рад гвоздиком источавшим аромат и наблюдал подолгу, не дыша, как над синими вершинами орлы кружат. Талантливый человек, талантлив во всем. Так можно характеризовать жизненный путь российского политического деятеля, ученого, журналиста и народного поэта Карачаева Черкесии Азрит Акбаева. Он был первым депутатом Государственной Думы России, начиная с 1993 по 1995 года. Ранее успел поработать во многих государственных и образовательных учреждениях. Азрит Акбаев автор 20 книг и около 180 песен. Сам Азрит Алиевич отмечал, что именно ответственность и работа над собой позволяют человеку преуспевать во многих сферах деятельности. Но самое важное – это быть искренним и ценить свою родную землю. Это, наверное, все же жизнь диктует. И если ты своей сутью жизни соответствуешь, к тому, чем ты занимаешься и где ты работаешь, вот это вот мной владела созидательная деятельность. Я сам себе всегда задавал такой вопрос. Если не справлюсь, пусть меня переводят. Ну, слава богу, приходилось работать. Мне удалось работать в этих работах. Поэтому вот привык творческую работу совместить. Я в кабинете никогда одну строчку не писал. Проводить в последний путь Азрита Акбаева пришли родные, друзья и те, кто с ним работал. Каждый из них вспоминал, что Азрит Алиевич был ярким, открытым и добрым человеком. И смерть такого человека, безусловно, является огромной утратой для республики. Азрит внес огромный вклад в развитие парламентаризма в нашем регионе. Но еще больше он оставил богатое поэтическое наследие, отметил его двоюродный брат. Общественно-политический деятель, который внес огромный вклад в нормализацию общественно-политической жизни нашей республики, внес огромный вклад, исполняя свою депутатскую работу, долг свой отдавал честно. Кроме того, он является прекрасным поэтом, любимцем народа. Он прививал любовь к родной земле и народу благодаря своему поэтическому и музыкальному таланту. Особенно на слуху его известные музыкальные произведения, которые и сейчас популярны. Вся его жизнь была продиктована на созидание и развитие родного языка и литературы. Собравшиеся на похороны подчеркивали его доброту, и он умел оставлять глубокий след в сердцах тех, с кем встречался. Был человеком интернациональным и в то же время любил свой народ. Из нас, молодых подростков, детей, создал ансамбль районный. И так вот мы с ним познакомились. Вложил огромный труд в вопросах реабилитации карачаевского народа, в получение высоких наград наших героев Великой Отечественной войны. Самое великое счастье, как отмечал народный поэт Карачаева Черкесия Азрет Акбаев, это жить и трудиться, помогая друг другу. Но самое главное – быть человеком. Али Халипшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Не стала известной актрисой, заслуженной артистки России Любови Гачияева. Ей был 71 год. Неоценимый вклад она внесла в развитие театрального искусства нашего региона. Многие годы Любовь Гачияева оставалась ведущей актрисы Карачаевского театра. У нее одинаково убедительно получалась как драматическая роль, так и комедийные образы. К большинству зрителей она запомнилась по своим ярким ролям в фильмах «Ермак», «Холод», а также в театральных постановках, как «Черный ноябрь 43-го», «Сумасбродная любовь» и во многих других. Любовь Гачияева была такой же яркой и активной, как и ее героини. О жизни и творческом пути актрисы – репортаж Светланы Шагановой. Этот материал Светлана Шаганова подготовила к 70-летию актрисы. Сельская девушка мечтает поступить в театральный и стать известной актрисой. Для воплощения заветной мечты она отправляется в столицу нашей страны – Москву. Типичный сюжет многих советских фильмов. Именно по такому сценарию начинался творческий путь Любови Гачияевой. Ее родное село Терезе словно распахнуло свое окно на большую сцену. 1984 год. Люба поступает в ГИТИС и попадает в класс к Элине Быстрицкой, той самой актрисе, сыгравшей роль Аксиньи в «Тихом доне». За годы учебы Любовь Гачияева впитала в себя все мастерство театральных корифеев. Определить ее типаж непросто – она мастер перевоплощения. Я из поколения романтиков, но жизнь по-своему учит нас чему-то, да? Мы становимся более рациональными, хотя я не могу сказать. А на сцене, на сцене вот мой типаж, мои психофизические данные, они уже более не такие, какая я романтичная все-таки получаюсь, героика романтичная, героиня может быть. В родном драматическом театре на этих театральных подмостках Любовь Гачияева играла свои лучшие главные роли. Но творческие горизонты для нее не имели границ. Работа в кино – новый этап в жизни Любы. Актриса снялась у самого Краснопольского в историческом фильме «Ермак», исполнив роль Ханши. Работая в столице, Любовь Гачияева многого достигла. Она первая среди актрис Карачаева-Черкесии была удостоена высокого звания, заслуженной артистка России. У каждой творческой личности случаются взлеты и падения, победы и поражения, радости и огорчения, любовь и страдания. Все это пережила и Люба. Ее возвращение на историческую родину стало поводом для новых вершин, еще неизведанных. Здесь и лица другие, глаза другие. Мне кажется, все более открыто. Не потому, что мы периферия. Периферия, провинция – это понятие какой-то внутренней сущности человека. Хоть и родившись в Киргизии, Любовь Гачияева безумно любила и любит свою родную Карачаево-Черкесию. Но с болью в сердце вспоминают годы ссылки. Родители Любы попали в Среднюю Азию еще детьми. Мамин отец, дедушка Любы, умер на чужбине. Она прибегала на его могилу, ложилась, обнимала могилу ручонками. И однажды, вы слышали, наверное, шакалы ходят кругом, и как детский плач слышится. И вдруг она увидела, что они приближаются к ней. Она убежала со всех селенок и больше не ходила на могилу отца. И таких историй немало. Как говорит Люба, для меня время ссылки словно кинопленка, которую прокручиваешь вновь и вновь. Эту боль Люба вновь прочувствовала в спектакле «Черный ноябрь 43-го». Режиссер Борис Тахчуков именно ее видел в этой роли. Я играла за главную женскую роль Захидар. Это образ матери Тахчукова. Это была великая женщина. Я очень уважаю Тахчукова Бориса Сейновича. Спасибо ему. Он очень много сделал для меня. Сам Всевышний наградил любовь Гачияеву талантом, даром, который дается не всем. И в жизни, и на сцене она богиня. Иногда кажется сама царица Клеопатра или Медея. В то же время эпатажная личность. И всегда разная, неординарная. За плечами 50 лет творческой деятельности. Но еще многое неизведанное впереди. В планах актрисы новые роли, новые взлеты и новые победы. Светлана Шаганова, Рашид Токов, Али Бастанов. Вести. Карачаева, Черкесия. К сожалению, этим планам Любови Гачияевой не суждено было свершиться. Я должен сказать, она внесла большой вклад, еще раз повторяю, в развитие Карачаевского театра. И очень любима была зрителям. Конечно, это большая потеря. Ей еще 71-й год шел. Ну, для артистов ее уровня, конечно, это все равно они играют и могла бы играть. Но тяжелая болезнь сковала ее силы, возможности. Ну и, к сожалению, она ушла от нас. И я выражаю искреннее соболезнование от имени театра, от имени театральной общественности, ее близким, родным. Вот, пусть земля ей будет пухом, Джан Левосин. Мы 15 лет были партнерами на сцене. Мы играли все главные роли. Все женские роли, которым должны были восхищаться не только сами актрисы, но и зрители, доставались ей, потому что Веруда ее наделила и красотой, и фактурой, и талантом. Так что, начиная от карачаевских, на карачаевском языке, Мусы Бачаева, пьес, заканчивая пьесами Островского, мы играли. Впереди у нее были какие-то замыслы. Но, видите, как корректирует нас Всевышний, и мы не в силах что-нибудь сделать. Я ее запомню красивой. Я ее запомню той, которая она была и есть. Пусть ей там будет хорошо, и все мои соболезнования, и от имени Театра Русского, и от своих театральных деятелей, ее родственникам, которых я очень люблю и уважаю. Психологи бьют тревогу. Чем ниже интеллектуальный уровень у родителей, тем больше оказывается психологическое давление на детей. И это давление достигает максимального уровня в старших классах. Руслан Каракмазов подробнее. Единый госэкзамен становится причиной семейных скандалов. Дети боятся не столько оценки, сколько гнева родителей, которые возлагают максимальной надежды на ребенка. И прежде всего родители думают не о ребенке, а удовлетворяют свои эгоистические цели. Есть родители, которые говорят, что я не смог чего-то добиться в жизни, но я сделаю так, чтобы мой ребенок этого добился. Но вы же понимаете, что это давление идет на ребенка, и он может и не хочет, допустим, в тот институт поступать, который ему подготовил родитель. Для родителей ЕГЭ – это соперничество с другими родителями. Высокие баллы по экзамену, как «Мерседес» или цельная норковая шуба. Можно похвастаться. Но при этом реальные интересы ребенка никого не интересуют. Чтобы родителей научить ладить с детьми, в Карачаево-Черкесии открыты психологические консультационные центры. В школах 2, 4 и 11. Эти центры только для родителей. И поначалу психологам было нелегко подготовить отцов и матерей к открытости. Было трудно в каком смысле? В том смысле, что нужно было переломить психологическое отношение родителей. В нашей республике не очень принято выносить ссоры из избы. То есть делиться своими проблемами. Родители понимают, что ЕГЭ – это не так страшно. Страшнее скандала в семье. И взрослые осознали, что в скандалах виноваты не дети. Чем ближе к экзаменам, тем больше напряжения у меня. Он как бы спокоен. Он уверен, что он все знает. Я, как, наверное, многие мамы, не скажу, что я впала в истерику, но переживательный момент такой. И мне хотелось, чтобы он более усиленно занимался, потому что мало времени осталось. Вы боялись, что он получит мало баллов и не поступит туда, куда хотите? Да. И в какой-то момент я поняла, что я перегибаю палку. А как вы это поняли? Ну, потому что дома у нас стала немножко такая нервозная атмосфера. Всегда же чувствуется, да, что что-то как бы немножко… фон поменялся. Вот. И я поняла, что нужно остановиться, не нужно давить на ребенка. Психологи дают не только душевные советы, как успокоить свои нервы. Чтобы ЕГЭ был успешным, надо детей не забывать поить водой. Очень надо многое пить водички, потому что головной мозг в период своей активности требует, скажем так, влагу. И не только обычную водичку, можно пить минеральную водичку, можно пить обязательно зеленый чай и желательно даже выпить не сахаром, а с медом. Первые выводы. Родители начали понимать, что надо быть не монстром, а другом для ребенка. Если он не получает понимания со стороны родителей, он пойдет и будет искать это где-то в другом месте. И не факт, что он найдет это в какой-то хорошей компании. Конечно, что угодно может быть. Психологи консультируют родителей совершенно бесплатно и анонимно. Поэтому не надо бояться выносить ссоры за збы. Генеральная уборка в збе очень полезна для душевного спокойствия ребенка и успешной сдачи всех экзаменов по жизни. Руслан Куркмазов, Роберт Джугутанов. Вести. Крачево-Черкесия. В истории средств массовой информации Крачево-Черкесии он и личность почти легендарная. Герой нашего следующего сюжета Джелемби Аджиев. Именно он стоял у истоков создания республиканского радио и телевидения в Крачево-Черкесии. И около 40 лет Джелемби Юсуфович руководил творческим коллективом ГТРК Крачево-Черкесия. В эти дни Джелемби Аджиев принимает поздравления с 90-летним юбилеем. Мурат Джанкезов встретился с ним. Джелемби Аджиев в послевоенные годы окончил Черкесское педучилище и исторический факультет Ставропольского пединститута. Занимал пост первого секретаря Дегихабльского райкома в ЛКСМ, затем заводделом комитета партии района. После непродолжительной работы в качестве заместителя главного редактора газеты «Коммунизм» Алашара, Джелемби Исуфовича в 30 лет утверждает в должности председателя областного комитета по телевидению и радиовещанию. Именно при нем был заложен фундамент нынешнего дома радио. А позднее было создано первое республиканское телевидение, которое вещают на пяти языках субъекты образующих народов республики. Большая семья была, значит, телевидение, радио, значит, так. Общей сложности, при мне 168 человек работало. И многонациональный коллектив. Особенно, что вспоминается никакого склока, никакой, значит, разговоры о национальностях и так далее, значит, между собой, все не было. Как одна семья большая. И сегодня Джелемби Исуфович внимательно следит за эфиром, продолжая вносить свой посильный вклад в приумножение лучших традиций оригинальной телевизионной журналистики. Как и много лет назад, бесценное замечание от шефа, на этот раз за отсутствие обратной связи со зрителем, получила моя коллега, известный журналист Галина Алиева. Я ваши передачи очень смотрю. Правда, после этого несколько раз звоню, значит, так. Не отвечаете. Вот сказать большое спасибо за ту работу. Ну, а в чем особая ментальная специфика оригинальных СМИ для Джелемби Аджиева, не составляет никакой тайны. И он с удовольствием делится ею с новым поколением журналистов. Рассказывать о людях труда. Да, о людях труда. О тех людях, которые решают те или большие, да, все на каждом своем участке решали большие сложные задачи. И радостно было и тому, кому, и радостно о том, что в области живут такие прекрасные люди, которые своим трудом украшают эту жизнь. Огромный талант, новаторство, верность профессиональным и жизненным принципам помогли Джелемби Аджиеву придать новый, живой и популярный формат региональному телевещанию, изменить само представление о местном телевидении, сделать его передовым участником масштабных перемен в обществе и республике. От имени коллектива ГТРК «Карачаево-Черкесия» желаем Джелемби Юсуфовичу неиссякаемого здоровья и долгих лет жизни. Мурат Жанкёзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаево-Черкесия. Такой была уходящая неделя в Карачаево-Черкесии. Какое будет следующее, покажет время и репортажи корреспондентов Службы информации. А я желаю вам хорошего воскресного дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин